Продолжение следует... 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 для того, что ставится в соответствие вот этим результатам педагогического процесса, педагогической деятельности. Если мы начинаем, опять же, с естественной педагогики, то человек, как элемент, он куда-то должен быть вписан. Куда вписывается в взрослый человек, куда вписывается результат естественной педагогики, для чего, грубо говоря, он готовится, обучается, воспитывается, куда он должен быть помещен. И в силу синкретичности, неразвитости представлений о мире, у древних людей, когда зарождалась вот эта самая естественная педагогика, там и не различались какие-то аспекты мира, уровни мира и так далее. Несмотря на то, что первичные развлечения уже были, я сейчас просто не хочу вдаваться в эти подробности, но тем не менее, мы все равно должны были у них затрагировать. Хотя постоянно есть соблазн, скажем так, на первых этапах становления педагогической деятельности, да и любой другой, если мы рассматриваем это в генетическом подходе, в подходе, рассматривающем становление, историю, происхождение и так далее. Очень много копаться на первых этапах. Если вы, опять же, посмотрите или вспомните полемические этюды, там где описываются эти концепции, то там почти половина всего текста посвящена именно естественной педагогике. По ней разбираются и методологические, подходные какие-то принципы. Там же говорится про эти сказки, про то, откуда берется все то представление о целостной системе, в которую вписывается результат естественной педагогики. Поэтому я обозначу, буду обозначать ту метасистему, ту целостность, куда вписывается обученный, подготовленный, насколько это возможно говорить, подготовленный, естественной педагогики человек, каким-то таким же синкретическим образом. Если я скажу, что на уровне синкретического сознания, которое сопровождает естественную педагогику, человек просто вписывается в нерасчлененную миру или в жизнь. То есть человек готовится, воспитывается для жизни в целостном мире, который пока еще не прописывается, как философами, не разобран на косточки учеными, научниками и так далее, он представляет собой некую такую целостность. При всем при том, что практически во всех первобытных учениях уже присутствует некое членение мира. Скажем, очень много этнографы, специалисты по древним культурам очень много внимания уделяют так называемому мировому дереву. Мировое дерево как символ устройства мира первобытных людей, и в той или иной степени это мировое дерево потом переходит в разном роду учения, религиозные, философские, даже научные учения последующих веков и цивилизованных народов. Например, мировое дерево представляет собой троичность, в которой есть тот мир, в котором мы живем, и он на уровне с грибка, обозначается стволом этого дерева. Крона, листва, цветы, плоты и так далее, это как верхняя часть мира, корни мир, мир, где присутствует божество, сакральность и так далее, ну и корневая система как мир преисподняя, мир умерших, ад, что хотите. Вот это у многих народов присутствующая метафора или идея мирового дерева, она так или иначе задает картину мира. Но, знаете, тогда я должен обозначить и в третьей коронке, ну скажем так, христоматию, содержание образования, то, что передается в процессе взаимодействия взрослых с детьми, обучающих с обучаемыми, тех, кто только готовится к обряду инициации, тех, кто прошел этот обряд инициации и так далее, обозначить вот это вот содержание всего того, о том, что дети или воспитуемые в естественной педагогике должны знать, что есть та уже система знания или представления о мире, которое передается детям в сказках, мифах, рассказывать со взрослыми, про жизнь и миф, до которого они готовятся. Это тот самый миф. И вот так и обозначено. То есть, грубо говоря, детям раздают подзадышники, что-то запрещают, что-то разрешают, почему-то поощряют, объясняя каким-то образом, почему это можно, это нельзя, почему это плохо, это хорошо, почему, делая так, ты сможешь нормально жить в этом мире, а делая иначе, ты в этом мире не найдешь себе места. И все вот это составляет содержание мифа, ну и, грубо говоря, если бы в естественной педагогике существовали заучи, методисты и так далее, то они бы проверяли у взрослых знания мифологии, в которой они описывают этот самый. И вот таким же образом я попробую дальше расписать вот эти две колонки по остальным педагогическим парадигмам. Когда мы переходим от естественной педагогики к педагогике культуры, где мало быть взрослым, чтобы... Так. У меня вопрос еще, по-первых, у меня непонятно, зачем миру и жизни человеку, если так, как продукт, и зачем его воспитывать. Мне почему-то очень хочется поместить не мир и жизнь, скажем, очень такие широкие или объемляющие категории, а, например, рот. И человек тогда воспитывается для того, чтобы он был эффективным продолжать рот. Естественной педагогики. Почему это нельзя сделать, если это нельзя сделать? Ну так, а так, по большому счету, рот для первого новочеваря как... Как я так скажу? Тоже описывается мировым деревом. Группа бывает, да? Но это тогда сильно заужает весь мир к роду. И, соответственно, я спрашиваю, что там еще, кроме приложения рода, есть такого, для чего миру он человек? ну, 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 если там, люди отличаются от животных. животные устраивают брачные игры, у них там происходят вот какие-то там, не знаю, внешние, ну, наблюдаются внешние признаки выхода из пубердатного возраста и вступления в тертильный возраст самцов, самок, и так далее, да? Они тоже продолжают рот, грубо говоря. Но только рода самого как такового нет. И чем отличается в этом смысле человек от животных продолжая рот тем, что любое животное вступает в половые отношения с любым другим животным противоположного пола, не устанавливая каких бы то ни было ограничений. Другое дело, что там бывают, например, животные, у которых сохраняются пары, ну, там, ну, всю жизнь, например, да, как у лебедей, так, еще у кого-то. Но обычно там нету разницы. И нет запретов на вступление в отношения, ведущие к продолжению рода. А у человека есть. Откуда взялись вот эти вот запреты на, собственно, половую жизнь? Если бы, как бы, все сводилось только к продолжению рода. Оказывается, что для первобытного человека само по себе продолжение рода, размножение, было подчинено каким-то другим принципом, каким-то другим правилом. И поэтому они не вступали в отношение противоположных родов, так, как животные. Род приобрел специфическое значение с точки зрения внешнего наблюдателя. Он сужался. То есть, вот с людьми, живущими на той стороне реки, мы не вступаем в половую связь. Они другие. Наш род, это вот наш род, мы волки, например. А те, там, лисы, медведи, еще тотем какой-то там выбирался, и прочее. Поэтому, как волки с медведями не перекрещиваются в лесу, так и роды не перекрещиваются, роды или племена. Потому что там сложно с этой номинацией этих вещей. Ведь мы очень грубо пользуемся названиями род, племя и так далее. У первобытных людей все было гораздо сложнее. Например, некая общность человеческая, которую иногда называют племенем, состояла из нескольких родов и были запрещены сексуальные контакты внутри рода и обязательными являлись сексуальные контакты с другим родом в этом племени. Ну и так далее, и так далее. там масса всяких вот таких вещей. И все это имеет под собой первичную культурную базу. Это строится на некой картине мира. Почему вот это нельзя, вот это можно? То, чего у животных нет, у самых примитивных людей, это уже есть. Передается оно в миф. и род в этом смысле это такая же вещь почти как мировое дерево. Детям нужно объяснить. Про тотемное животное, например, что наши клетки были медведями, что-то потом произошло, и вот из этой преисподней, в которой мы были медведями, мы стали темные темные. И есть назначение, чем мы стали в третьей части. Вот эта троичность мира, присутствующая практически во всех мифах первобытных людей, она не задает смысл существования человека. Это потом, когда мы отбрасываем миф, я потом подойду к этим вещам, когда мифология уже отброшена, там пытаются примитивизировать, свести к каким-то естественным основаниям жизни человека. И тогда вся мифология отступает на задний план, человек начинает рассматриваться как биологическое существо. Это кстати приобретение культуры. Приобретение культуры, когда мы через рафинирование, вычищение всяких наслоений придуманных, изобретенных, унаследованных от предков мифологических все это разгребаем, разгребаем и остается человек как биологическое существо. Ни у одного примитивного народа такого представления нет. не знаю, я удовлетворен или в том смысле любопытства, но другого ответа пока у меня нет. Я поэтому двигаюсь дальше. Итак, начиная с какого-то момента, социальная жизнь, культурная жизнь людей усложняется и уже мало быть просто взрослым подготовиться к полноценной жизни, чтобы этот взрослый отличался от варвара. В первом первобытный период там тоже существовали иные. Другое племя, с которым нужно обязательно воевать или люди, которых этого времени могут рассматриваться только как потенциальная еда для водоеда или источник скальпов для того, чтобы любой мужчина чувствовал себя героем. Ну, что-то вроде этого. Но там не было культурного противопоставления, это варвары, и мы сами тоже можем стать или быть варварами. В общем, таковыми не являются. И наше назначение выйти из этого варваровского состояния, приобрести что-то и отказаться от человека. Поэтому предотврата культуры противопоставляет культурного человека или человека цивилизованного мира и варваров, которые живут как живут. или как первобытные вот эти люди. Соответственно, к чему готовят кедрови культуры? У самых древних народов, переходивших от первобытного существования к некоторому цивилизованному существованию, они уже готовят не просто к жизни, в мире цивилизованном а они готовят к цивилизованному обществу. Они задают социализацию. социализацию. Конечно же, древние люди и древние философы включают от философов севого времени или родоначальников мировых религий. Они не пользовались этими словами. Социум, цивилизация и так далее, они как-то это по-своему обозначали и всякий раз достаточно индивидуально. Но вот это противопоставление греков и варваров, христиан, евреев, язычников, китайцев или подговор императора и варваров, просто не знаю, как это по-китайски звучит. Вот оно сохранялось. Ну и соответственно, что являлось содержанием того, чему учат, кто рассказывает, ученикам, детям, которых выводят из варваровского состояния, естественного состояния, в культурное состояние, в цивилизационное, цивилизованное состояние. Закон? Закон? Закон. Закон, норма. И они же помещаются еще в какую-то более широкую целостность. Я бы назвал эти целостности философии и религии. в отличие от мифа, который синкретически описывает весь мир, членя его на какие-то очень-очень обобщенные части, скажем, вниз, вверх, и то, что посредине, срединный мир, любая религия и первобытные философии, они уже каким-то образом, отталкиваясь от мифов, дают расчлененную, аналитическую картину того мира, в котором они живут, и так или иначе придают ему искусственный характер, этому миру, сделанный характер. То есть это кем-то сделано, пусть это сделано будет Богом, пусть это будет от века установленный порядок, как философы многие прописывают, который нужно познать и так далее, но здесь уже фактически учеников в любом виде школы, она может быть просто публичным местом, или организованной школой, как это было уже в древнем Китае, в древнем Египте, у шумеров, у греков и так далее, их учат либо религии, либо философии, объясняя устройство мира своеобразным таким образом. Понятное дело, что надо было бы наверное рассматривать это как социальную философию, если бы это было 20 за веки, то наверное вот эти представления были бы названы социальной философией, но философы того времени или религиозные деятели того времени таких развлечений не проводили, они все равно описывали мир, но не мифологически, синкретически каких-то образов, художественным а еще каких-то аналитических, выстраивая его каким-то образом, иерархически, топические и так далее, объясняли этот мир, объясняли его устройство, а затем давали нормы и предписания. Вот в так устроенном мире человек будет болтаться по тем частям мира, которые мы описали, задали, если не будет соответствовать соответствующим каким-то специальным нормам. Освоение этих норм дает человеку право или дает человеку место в определенной части мира. Не вообще в мире как таково, как это было на уровне мифа. Вот прошел обряд инициации, и ты полноценный человек, и весь мир, перед тобой ты в отношениях со всем миром. Здесь же ты вступаешь в отношения с определенным образом мира, со своей цивилизацией, со своим государством, со своей торг-культурой, обществом и так далее. Есть другой социальный мир, другое устройство, которое нам не нравится по каким-то образом, и оттуда берутся запреты, чего нельзя делать. Варвары делают так, а мы делаем иначе. И так далее. И происходит фрисование, человеком находится. Дальше. Когда мы переходим и восстанавливаемся, разбираем ситуацию с мастерством. С мастерством с человеком, который что-то умеет, с хомофабером и так далее, то мы к чему даже готовим? Понятно, что уже не к миру в целом мы локализуем в этом мире какие-то специфические деятельности. сферы деятельности и именно к полноценному существованию в этих сферах деятельности и готовится будущий мастер. Но при этом, опять же, те, кто читал полемические ютюбы и описание педагогики идеала помнят, наверное, что педагогики идеала в чистом виде присутствуют или можно ее наблюдать там, где мы имеем дело со сложными видами деятельности, для которых не существует алгоритмического, теоретического, ясного описания. То есть, эти деятельности достаточно сложные, чтобы, с одной стороны, человек мог их освоить и уметь быть мастером в них, а с другой стороны, они настолько сложны, что понять, описать и объяснить свое мастерство так, как это объясняет, например, современная наука, человек не может. Более того, в современном мире существуют такие деятельности, для которых не существует удовлетворительного описания. Ну, во-первых, это все, что связано с искусством, можно подготовить человека к тому, чтобы он был актером, режиссером, художником, писателем, и существуют соответствующие учебные заведения и так далее. Но кто-нибудь видел когда-нибудь удовлетворительное описание режиссерской деятельности? Человеку, который поступает на факультет режиссуры Институт кинематографии или театра, ему говорят, мы тебя научим одному, пятому, десятому, но станешь ты режиссером или не станешь, ты иного знаем. Мы этого гарантировать не можем. Кроме того, каким ты режиссером станешь? Вот Институт культуры, откуда мы ездим сюда, в ГББ, там есть режиссерский факультет. кого там готовят? Что им гарантирует? Им гарантирует то, что они будут, например, режиссером самодеятельного театра в какой-нибудь деревне, району Путина. никто не гарантирует, что он сможет стать режиссером Бубавловского театра, сможет ставить фестивальные спектакли и так далее. Здесь мастером становится человек только сам, но становится-то становится. А что ему рассказывают? Какое содержание ему в процессе подготовки к этой сфере деятельности передают? Производственный процесс нужно описать. Вот технолога в легкой промышленности готовят, задавая технологический процесс, записывая, а режиссера налог какой-то образует. Поэтому я и описывал как педагогику идеала. Эталон дается. Ну и вот, например, скажем, Керасимов, знаменитый советский режиссер, набирает свой курс. Чему он учит? Да ничему. Он же говорит, ребят, я вот мастер, берите перемеш с меня. Но тем не менее, пять лет он им что-то рассказывает. Станиславский набирает себе что ему он рассказывает. В чем состоит содержание этого всего? Чего? Вы хотите смеяться, но я сейчас на зарубу напишу. мистика и магия. Это же разные вещи. Мистик от мага отличается. Это масоны научили отличать эти вещи. Это технический мистика это человек, который знает, как устроен мир. И поэтому он туда не лезет. а маг не знает, как устроен мир, но он знает, как повести некий текстол, чтобы получить какой-то эффект. И это, в общем-то, два противоположных подхода. Я даже соблажусь. Но мастер, который учит учеников педагогики идеала, этого развлечения не знает. Поэтому он мистифицирует деятельность и учит своего ученика показывает магические пасы. «Сделай так, получишь то, что надо». Ученик делает, делает, получается не то, что надо, но все равно доводит до автоматизма эти магические пасы. то есть я по-другому различаю мистику и магию, и поэтому я их и пишу как немножко разные вещи, как двое, разные вещи. Но сюда. Мистика это объяснение того, что делает мастер с помощью каких-то сущностей. Неизвестно существующих, несуществующих, но он как-то это объясняет. А вот магия это то, что он показывает. Обряды, ритуалы, пасы, заговоры и так далее. Вот я в этом самом полемических этюдах, начитавшись всяких книжах на тот момент, когда я это все придумывал, читал где-то про кузнецов. Древних кузнецов, которые ковали отличные мечи, владели, как говорят, технологией, которая потом утрачена. Там дамасской стали и так далее. Они делали то, что сегодня металлурги, химики назвали углеродистой стали. А как они делали углеродистую стали? Они ночью в полнолуние шли в темный-темный лес, сделав несколько заговоров, собирали определенного вида траву, высушивали ее, а потом выплавляя металл, опять же с соответствующими заговорами эту траву крошили в горн, где плавится металл, добавляя туда углерод. Про углерод они понятия не имеют. Зачем они это делают? Они как-то должны своим ученикам объяснить? На хрена кузнецу, который должен молотом махать, это самое мехи растувать, тащиться в полнолуние в лес за этой самой травой. Поэтому это все поставлялось кучей всяких мистических приговариваний по поводу духа металла, духа какого-то дерева или какой-нибудь травы, которые вступают в определенные отношения. Всякую такую муть о нем рассказывать. Но главное в сухом остатке сколько этой травы надо накрошить в горн или угля кинуть спалив определенное дерево и так далее. Но после этого получалось стали. Потом рассказывали, что надо подвергнуть эту сталь испытанию. И стояли несколько молодых здоровых булавов. Мастер держит кусок плитала щипцами, а они колотят по нему. Колотят, 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 колотят. Тоже по этому поводу какая-то мистическая картинка рисуется. Надо духов выгнать из металла. Они на самом деле просто механически выводили остатки углерода. и добивались перековкой, жмяканьем, мяканьем от стали добивались однородной консистенции. Причем однородную консистенцию еще потом всякими способами нужно было улучшать. Знаете, как мячи делались? Мячи не просто, он взял кусок металла и молотом придал ему форму мяча. Нет. Нормальные мячи делались в ковуюсь несколько полосок. После этого эти полоски переплетались. Потом выпивалось, это все простукивалось таким образом, что эти полоски сварились механическим путем. Сварки нормальной не было. Они сваривали механическим путем. Опять же, многочисленными ударами и так далее. Заставить нормального человека пахать. Вот это же огромное страшное физическое работа. Делать вот это можно было только оснастив это все самыми разными мистическими приговариваниями и превратив это все в магический ритуал. А собственно, что происходит сегодня с сложными видами деятельности? Как готовят ученых экстраклассов? Примерно так. Им рассказывает всякую чухню про творчество, креативность и так далее. Существуют хоть какие-нибудь удовлетворительные теории креативности в искусстве, в науке, в политике, в том числе и в деятельностях, сложных деятельностях для офисных хомячков. Например, в менеджменте, маркетинге и так далее. Рассказывают всякого рода полумистические, но только в современном оформлении басни. После этого их заставляют делать какие-то пассы и ходы, но потом смотрят, как это хорошо получается, плохо получается. Собственно, потом из этого рождается например, алхимия. говорят, химия она как-то родилась из алхимии наук. А как она рождалась из алхимии? И в чем состояла алхимия? Алхимики умели добывать селитру, что там еще? Много всего научились делать. Современные химики объясняют все вот эти умения по получению тех или иных веществ, очистки и так далее. на основе химической теории или физико-химической теории. А как это делали алхимики? Вот они тоже придумывали всякую алхимическую вот эту вот дулю. Она была связана с астрологией, там вообще были какие-то эти самые небесные аналоги веществ. Они рассказывали про то, как там на небесах происходят какие-то эти самые штуки, их нужно по аналогии сделать с веществами после этого получаются какие-то такие вещи. И до наших дней все вот эти вещи доходят в виде приготовления миопоядов с надобий, гомеопатии, и так далее. причем некоторые вещи до сих пор никак не объясняются. Вот скажем, рефлексотерапия. Хорошее слово терапия, хорошее слово рефлекс, взятое из диафиаризма, полосок этих самых вещей, вроде научно звучит. А куда они иголки втыкают? Нервные центры. Какие нервные? Наталья, вы что? Видели? У них схемы висят у этих рефлексотерапевтов, да? Они там меридианы рисуют какие-то эти самые. Это можно и так называть. Э-э-э, это не можно так называть. Дело в том, что эти меридианы не имеют никаких анатомических аналогов в современной медицине, в современной физиологии. Они не соответствуют ни нервным там, этим самым узлам, ганглин, и так далее, ни кровеносным сосудам, ничему. Они там объясняют это, как там энергии движутся, куда-то там, откуда-то там и так далее, и так далее. Есть, причем, как это, все странным образом сочленяется с современной медициной, изобретены аппаратики такие, которые находят точки. Ну, там, тыкаешь одним тем самым кончиком, щупом в какое-то место, и лампочка, диодик начинает мигать. Как они находятся? Эти точки по всем физиологическим и анатомическим нашим знаниям ничем не соответствуют. Это может еще и непознанным. Точно. Пусть так. Из непознанного. Но китайцы нарисовали эти меридианы 3000 лет назад. Нарисовали, и вся рефлексотерапия базируется на этих меридианах. Соответственно, конечно же, этих рефлексотерапевтов, сегодняшних, европейских, врачей, не учат рассказывая им мистические вот эти все штуки, в общем-то, рассказывают. Рассказывают, но не придают им особого значения. Но магическим действием учат. Без понимания это чистая магия. А после этого еще какая-то. Там же иголки разные. Из нержавеющей стали и изолона. Я же про нее и говорю. Игорь, рефлексотерапия по-нашему. По их нему тоже по их нему. Не сразумевается. Я не сразумеваю, что вы на одной и той. Ну, да. Поехали дальше. Дожинки это туда же, да? Дожинки это туда же, да? Дожинки это туда же. Капой. Наши пререзятские дожинки мне нравится праздник. Дожать все, и что все еще нормально. Но тут, понимаете, какая штука? С дожинками. Все ведь на самом деле не так просто. Я вот за что не люблю атеистов? Это за то, что они склонны модернизировать и в своих примитивных квазирно-морочных схемах все объясняют. А в мифологии, в мистике, в религии, в мистике есть какие-то свои вещи, которые нельзя заменить свежими, даже очень правильными знаниями. поэтому древние распространители религий, они как бы это понимали. Поэтому они приходили первым делом находили капище перуна, взрывали его, срывали, сжигали, и на этом месте строили храм. Почему? Потому что люди веками привыкли ходить в это место с сакральными целями. Дальше они просто меняли мифологию этого всего. Люди продолжали туда ходить. Им вообще все эти христианские, мусульманские теологические заморочки были по барабану. Они знали, это место силы. Почему? Как? Они в это могут не вдаваться или тайно хранить мифологические даминистические знания по этому поводу. А если эти миссионеры, чья ниссия подкреплена мечом, огнем и так далее, хотят, чтобы мы поклонялись тому, чему поклонялись многие поколения наших предков, с приговариванием каких-то их заклинаний, ну и хрен с ними, будем повторять их заклинания. И поэтому до сих пор не давно была разница, сколько христианские православные папы не объясняют людям, пить на кладбище, нельзя поедать всякую эту самую снедь, которую сюда принесли. Радуница это память, а? почему это? Праздник, праздник, связанный с воскресением Христа, на 9-й день, который там появляется и так далее, и так далее. По этому поводу существует целая религиозная мифология с соответствующей мистикой по этому поводу. Но поедание яиц асхальных на кладбище есть пережиток и язычества. И соответственно, сколько людям не вдалбливать все вот эти вещи, они приходят и будут там пить, оставлять 100 грамм покойнику, ну и так далее, при этом еще как-то вспоминать, а что покойник любил, водку или там что-нибудь еще. Более сложные вещи это когда, например, распространенный практически у всех народов мира праздник летнего солнцестояния адаптируется под христианское празднество какое-то, при этом придумывается какая-то очень отдаленная аналогия, а люди как жгли костры на Ивана Купалу, так и жгут. Только что Купалу назвали Ивана в честь Иоанна, ну и так далее. И в этом смысле религии настраиваются над более примитивными какими-то верованиями, и мы сегодня не отдаем отчета в том, что наука то же самое надстроена над мистикой и магией. Если вы посмотрите, давайте переходить к следующему пародигме к эколитарной педагогике и учению Каменского. Кто-нибудь может назвать хотя бы несколько книг Янамовса Каменского? Вот у него есть известные педагогические книги. Великая дидактика, Материнская школа, открытая дверь языков всех наук. Это собственно то, что вошло в золотой фонд педагогики. А что это? Великую дидактику. Ну, великую дидактику я назвал первую. А это он как бы писал между делом, организуя свою школу при своей церкви. и объясняли тем людям, которых он хотел нанять учителя, чего они должны делать. Ну и что он делает, что они должны делать. А что было делом жизни Каменского? Делом жизни Каменского была пан-софия, которую он писал, писал и не написал. А пан-софия все мудрости, все мудрства в один из вся мудрость, он, будучи членом тайного ордена Хрисон Кройцева, практиковавших определенную магию и злоупотреблявших некой мистикой с символами роза и креста, которые частично потом были заимствованы масонами, частично восходили к танклиерам и так были, то есть нормальный в духе Дэна Прауна член тайного ордена. И вот это вот учение Креста и Розы о том, что восходящий гностик еретикам первых веков христианской эры, что в принципе существует некая мудрость мира, которую можно понять, познать, описать и так далее, вдохновляла Каменского в то, чтобы двигаться к познанию этой штуки. Дальше. Мы все описываем, я и другие историки-педагогики описывают в той или иной форме педагогику Каменского классно-урочную систему и так далее, как галитарную педагогику. Галитарная я ее стал называть, наверное, крайне по этой книжке я не встречал именно такого названия, но так или иначе в том же духе это описывают и другие. А чем занимался сам Каменского? Что он делал, в чем он видел миссию, смысл своей жизни, делал это все? Он понимал простую вещь, как член тайного ордена, что не под силу создать пансофию самому. Нужно организовать большое движение по этому полу. А как безграмотных крестьян или недоразвитых каких-то варваров организовываешь такое движение? Поэтому его пансофия совмещает в техническом отношении с тотальностью образования. Ну или распространением всеобщим распространением образования. И он, с одной стороны, занимался изысканиями высокого порядка, искал мудрость всю, пытался ее даже как-то описать. А с другой стороны, готовил для этого почву. А, для того, чтобы было кому рассказать эту мудрость, с другой стороны, навербовать среди грамотных умеющих читать, писать и понимать тексты в которых зашифрована эта мудрость, большое количество людей, которые вместе мы человечеством эту самую пансофию расстроим. Но, тем не менее, базируясь на такого рода тайном знании, то есть на мистическом знании, Каменский, тем не менее, готовил людей детей. И вот здесь уже у нас начинается социальная философия. Собственно, как бы, от предшествующего членения мира, как бы, мир, симпатическое целое, мир, выделяемый, отделяемый, как мир культуры огороженный от барбарской дикости вокруг, сфера деятельности, одна из сфер деятельности в этом огороженном пространстве, огороженном, знаете, слово цивис, практически калька, ну, слово город, калька цивис, огораживать что-то такое от окружающей дикости, то Каменский готовил людей к некоему, не знаю, как бы это сказать, социальному порядку. На уровне религии и первичной философии само по себе существование культуры цивилизации, отгороженной от дикого мира, выглядело самодостаточным. А вот Каменский и вся эгоэлектральная эпидемия возникает чуть позже эпохи реформации и ренессанса. В чем состояла эпоха, в чем состоял нерв этого времени и этой эпохи? Он состоял в том, что люди критически стали относиться к собственной цивилизации и стали понимать, что эта цивилизация не есть раз и навсегда установленный порядок, а что люди могут принимать участие в формировании этого социального порядка. И одним из способов участия в формировании социального порядка является работа с подрастающими поколениями. Потому что если людей заранее не научить вести определенный социальный образ жизни, то они будут воспроизводить вот этот как бы веками или предками установленный порядок. И Янерно-Москаменский жил в эпоху религиозных войн. То есть он был наследником или стоял на плечах гигантов эпохи возрождения Редюссанкса и реформации. А эти гиганты реформации и возрождения они собственно заложили новое мышление. Остановилось это новое мышление или распространялось в эпоху религиозных войн 17-го века. И как это происходило? Вот если кто-нибудь знает вы должны знать например историю английской революции. Немножко там хотя бы. Помните какие-нибудь лозунги английской революции? Там вот скажем эти самые круглоголовые интерпенденты и так далее они пользовались стихами Милтона других поэтов в эпохе реформации и вопрошали когда Адам пахал а Ева пряло кто это забыл джентльменам? Они настаивали на равенстве вот этих всех и с этими лозунгами равенства они устанавливали новый социальный порядок. Солдаты Кронвеля или те Фуритании которые вытеснены из Англии некоторое время побыли в эмиграции в Голландию потом уехали основали Массачусетс и Новую Англию в Америке они ведь тоже недовольные веками устоявшимся порядком строили свой порядок и вот это вот искусственное отношение к социальному порядку оно и было двигателем религиозных войн христианской войны Германии Нидерландской английской революции всего того что ну как бы всех тех социальных процессов которые укладываются исторически в промежутке между реформацией как духовным ренессансом как светским возрождением реформации как духовным возрождением и между эпохой заложившей основы модерна поэтому крестьянская война в Германии вся эпоха религиозных войн в Европе голландская нидерландская революция и английская революция это эпоха между реформацией и модерном а 18 век и американская и французская революция они уже открыли совершенно другое время так вот и эголитарная и элитарная педагогика они возникают вот в этот промежуток Лок Джон Лок как начальник или классик скажем так элитарной педагогики в этом смысле я Маскаменский они почти современники просто Лок младший а Маскаменский немножко старше и тот и другой работали вот с этим самым социальным порядком но если Каменский был скорее революционером или наследником революции в изменении социального порядка то Лок уже представлял собой тем кто хотел законсервировать устоявшийся порядок законсервировать сохранить в нем достигнутые различения но а что преподается в том и другом случае и вот здесь как ни странно собственно содержание и того и другого и другого образования становится наука но я бы сказал наука в своем двойственном существовании в разнице в первом случае наука как мировоззрение а во втором случае продолжается вальтенопская установка даже не просто наука а сенсуалистическая эмпирическая наука но в случае с Каменским эта наука как мировоззрение поэтому он уже знаете только тонкость есть такая декларировал Каменским необходимость всеобщего начального образования тем что каждый человек должен уметь читать Библию означает ли это что он выполнял миссионерскую функцию по распространению Библии но не в первую очередь несмотря на то что он был священником епископом этих самых марафских анабаптистов тем не менее он разделял примерно то же самое представление о Библии что и его далекий предшественник Франциска Скорина помните предисловие Франциска Скорина а они очень забавно написаны желающим изучать эрифметику рекомендуется чтение такой части Библии желающим познать географию рекомендуется вот эта они рассматривали Библию как источник знаний но с добавкой этого самого сенсуализма или эмпиризма поэтому Каменский обучает мировоззрению сенсуалистическому еще может быть это не звучит как наука современная но сенсуалистическому мировоззрению которое закладывалось Беконом Боксом Локом в Англии в самом начале в самой начальной школе отсюда принципы дидактики Каменского одним из главнейших среди которых является наглядность апелляция к эмпирическим образом к эмпирическому восприятию и очень характерное название книги учебника которая просуществовала в качестве учебника два столетия последний раз переводилась на русский язык в шестидесятые годы девятнадцатого столетия открытая дверь языков и всех наук и вторая книга мир чувственных вещей в картинках мир чувственных вещей в картинках добавлят или как бы дополнявшие открытую дверь языков и всех наук причем мир языков и всех наук это для того чтобы читать Библию а открытая мир чувственных вещей в картинках это то что должно дополнять энциклопедию, но тайного знания. Ведь каббалисты, розенкроицеры и прочие адепты мистических учений, тайных орденов и так далее, с огромнейшим пиететом и доверием относясь к Библии, считали, что знание в Библии зашифровано. А расшифровать его можно через эмпирику. И вот они к этому стремились. И, собственно, дидактику Каменский строил для этого. Для другого употреблял науку Логг в элитарной педагогике. Он скорее делал акцент на том, что Фрэнсис Беком зафиксировал в виде афоризма знания и силы. — Можете дать историческую справку, где в этом всем был Ньютон? Он же тоже был с одной стороны, всех ответственных ученых. — Ну, во-первых, Ньютон был гораздо позже. — Он же тоже с Богом обращался, и страшного материча, когда он не мог понять, что он был юристичным. — Ну, в общем, да. В этом смысле Ньютон в плане философии — это очень интересная фигура. Во-первых, постановка вопросов у Ньютона и поиск ответов — это, как бы, вот, знаете, одной набой он стоит в одной эпохе, там, где ставят вопрос, там он теолог. Теолог или, ну как, ставим знак равенства теология на ту философию. А во второй, второй набой, он стоит в эмпирической, ну, в эпоху уже материализма, сенсуализма и эмпирической науки. Но что за балл с Ньютоном? Ньютон, наверное, открыв свои три закона и сформулировав ещё целый ряд всяких положений, наверное, занял бы в истории науки очень скромное место. Ну, как, не знаю, любой другой учёный, физик, открывший там парочку закона. О, там, там, Виетт, Верштрасс, там, ещё кто-нибудь, да? Ампир, мало ли там было, да? Таких людей. И даже Лейбниц — современник Ньютона и человек, с которым он очень много спорил по поводу приоритета. Но у Ньютона была очень одна особенность, которая была достигнута именно благодаря тому, что он разными ногами стоял в разных эпохах. Ньютон математизировал физику. Если вы посмотрите, вот, с Димой, там, кто это самое, на колоквии мечтает вот этих вот классиков методологии науки, да, вы, наверное, помните, Айтон презирал математику. Почему? Ну, потому что в своём новом Арканоне он спорил с платонизмом и аристотилизмом, да, со всякой формализацией, говорил, источником познания являются чувства, да, и опыт, имбирический опыт. А математика тут при чём? С чем имеет дело математика? Умозрительными абстрактными объектами, геометрическими местами точек, которых никогда в мире не существует. Поэтому математика бесполезна с точки зрения эмпиристской методологии Пекона, бесполезна для познания. А что делает Ньютон? Ставя задачи в области теологии, то есть апеллируя к чистой мысли, понимает, что эпифеномен, апофеозом, высшим проявлением чистой мысли является математика. В ней он формулирует свои проблемы, задачи, вопросы. Дальше, обращаясь к материалу эмпирическому, находит в них зацепки для того, чтобы придать им математический вид в силу того, что ответы на свои вопросы он может получить только в том языке, в котором они заданы. Поэтому, когда Ньютон, ладно там три закона механики ньютоновской, а принцип гравитации, тяготения, закон всемирного тяготения. Да еще с преданиями математической формы. Спросите у Ньютона, а, впрочем, и у любого физика до сегодняшнего дня. Кто-нибудь хоть чего-нибудь понимает про природу гравитации? А Ньютон это вообще было по барабану. Ну, формулу нашел. Ну, это мой фреклист. В этом смысле я про науки, которая лежит в основе содержания образования, как в элитарной, так и в элитарной педагогике, устоявшейся в мире, но с разным отношением, прагматическим отношением. Грубо говоря, наука как мировоззрение для всех – это то, к чему стремилась вся педагогика после Каменского. И наука как особого рода привилегий, преференции и, ну, как бы, тайное знание, которое нельзя бросать, как писар с всеми каждым. Знание – это сила. А значит, это знание как-то, да, в определенном виде должно принадлежать тем, кто может распоряжаться знанием. И тем самым, одна и та же вещь, один и тот же подход, и одна и та же философия и методология, вдохновлявшая и Каменского, и Лока, была проинтерпретирована им по-разному. Ими по-разному. Одна для всех, другая для немногих. Ну, причем для немногих это не отрицает, что как мировоззрение научное нужно давать всем. Только тогда, когда все будут иметь определенное мировоззрение, те, кто будет владеть знанием, дающим силу, преимущество и так далее, то есть управляющие, правящие классы, они смогут им управлять нормально. Если на предыдущих этапах, грубо говоря, вот, можно проследить, например, эволюцию обряда инициации. Помазание, христианское помазание человека, прошедшего определенную подготовку для слух посвященников. Это и есть аналог обряда инициации, выросшие из инициации. Человек инициируется в другой статус. И как в обрядах инициации у древних времен, проходившем обряд инициации подростку давали новое имя взрослое. До этого у него было одно имя, потом другое. То же самое до сих пор в практике христианских, католических и православных монахов. После посвящения человек приобретает новое имя. Дальше. В мастера тоже посвящаются. И, например, в журниковых цехах совершение подвига, который необходим для обряда инициации, превратилось в изготовление шедевра, который выносится на суть мастеров. И только после предъявления шедевра человек посвящается в мастера. Поэтому на этом этапе эти две педагогические парадигмы тоже разделяли людей определенным образом. И в то и в другом случае, если здесь на уровне философии педагогики культуры массовое образование, то там посвящение не требовалось скорее. Там признание человека. А в религии, если это была религиозная форма, то там требовалось посвящение. На уровне мастерства, тем более, посвящение мастера и так далее. Но там эта процедура окончания жизни учебной, воспитательной, воспитуемой и так далее, заканчивалась посвящением. То на уровне эгалитарной и эгалитарной педагогики посвящение уже не необходимо. Там какие-то другие вещи. На уровне эгалитарной педагогики это просто секуляризация посвящения до экзамена. Экзамен – это маленький обряд инициации. А вот в эгалитарной педагогике это приобретает некоторое большее значение, где, в отличие от предшествующих этапов, там не тайное мистическое знание, а реальное, прагматическое, нормальное знание правящего класса по поводу социального порядка. Ну и, соответственно, этот правящий класс должен знать больше. Вот эта эгалитарная педагогика до сих пор сохранилась в Англии. В принципе, в Америке тоже пережитки этого есть. И там есть очень серьезные различия, например, в педагогических приемах, техниках и так далее. Несмотря на то, что эти школы эгалитарные заимствовали из эгалитарной педагогики очень много принципов, дидактических подходов, методики и так далее, там сохранялась одна простейшая вещь. Ну вот, как бы ее вам рассказать. Сегодня Янг Калетеня показывал смонтированное следующее безумное черепитие, в котором мы там с Светковичем и с Цесслером обсуждали ненормативную лексику мат. А я поэтому тоже там рассказывал всякие анекдоты. Но вот один анекдот тогда забыл рассказать. А он очень важен для понимания уличных вещей. Анекдоты жизни Никиты Глебовича Алексеева, одного из первоначальников СНД методологии. А Никита Глебович Алексеев, сын Глеба Алексеева, знаменитого пролетарского писателя, но дворянского происхождения, которого порешили в 37-м году. И вот Никита Глебович растет в московском дворе, среди хулиганов, когда папу его уже в сталинских этих самых умерях замордовали, среди обычной городской шпаны, кажется так. Среди шпаны, очередной раз, прибегая со двора этой шпаны домой, требует от матери есть, и когда она ему спрашивает, «Ты что, устал?», он там матом-перематом объясняет, как он устал и проголодался. Мать делает круглые глаза и говорит, «Никита, ты что такое говоришь?». Он говорит, «А что тут такое?». «Ну, на улице все так разговаривают. Ну, вся шпана, там-то москворецкая, только так и разговаривают». Мать говорит, «Никита, ты сын писателя и творенинка». «Они могут так разговаривать, а ты никому». И вот эта вот установка, собственно, ее и достаточно для элитарной педагогики, которая может пользоваться всеми достижениями технологическими, методическими достижениями элитарной педагогики. То, что можно всем, нельзя вот этим. Вот и все. Ну ладно, поехали дальше. Значит, социальный порядок. Который, ну скажем, распространялся через технологию элитарной педагогики и сохранялся или консервировался в элитарной педагогике, дальше перестал привлекать внимание или перестал быть напряженным в плане, ну скажем, проблем, исследований и так далее. В век распространения науки и как мировоззрения, и как особого знания особой социальной группы ученых или людей, занимающихся наукой в 19 веке, то есть привод к каким-то другим вещам. Во-первых, как бы многие социальные явления стали распространяться или рассматриваться как, ну скажем, в руссоистском таком стиле, в отрицании полезности, значимости, привлекательности социальных приобрести. Люди обратились скорее к естественности, да, и стали, ну как бы, в руссоистских таких традициях ценить естественное, а не искусственное. И поэтому откуда начинается вот эта самая педагогика дифференциальных способностей или хирургическая такая, психологистическая педагогика. По большому счету это восходит, опять же, вот к этой установке Руссо о том, что культура, нормы, навыки, прививаемые образованием, они ограничивают человека, загоняют его в рамки, не позволяющие человеку раскрыть самого себя. Более того, вот во фрейдистской традиции, которая примерно в это же время развивается, там вообще предполагается, что социальные ограничения не просто не позволяют человеку раскрыть самому себя, но порождают у него комплекс. Комплексы, неврозы и всякие такие вещи. Поэтому нужно обратиться к человеку, нужно убрать разного рода культурные наслоения, ограничения, навязываемые социальным порядком. И тем более. И дать ему возможность самому себе реализовывать свой потенциал, скрытые в нем какие-то вещи. Поэтому источниками скажем, кедагогические дифференциальные способности являются, с одной стороны, марксизм. Марксизм и всякого рода вот эти вот социалистические, утопические учения, тоже восходящие Круссо, и так далее. Но не целиком и полностью, а в той их части, в которой говорится, что мораль, которую учат в педагогике культуры, пролетарной педагогике, тем более, и так далее, передающие из поколения в поколение определенные устройства социального порядка, это все как-то, вся мораль классовая, наука классовая, ну и так далее. Поэтому социальное происхождение разного рода знаний и науки в марксизме подчеркивается, и это выступает критикой во всех вот этих вот приобретений цивилизации. Названный мною фрейдизм, который говорит о том, что ничего кроме болезненной искореженности психики социальные нормы не дают. сексуальные ограничения, запрет ковыряться в носу, подавление других инстинктов и побуждение человека ведет к подавлению, вытеснению в подсознание, которое потом так или иначе вытрескивается, появляется. Поэтому в афроэтизме появляется соответствующая теория, объясняющая творчество. Творчество – это прорыв бессознательного через ограничение суперэго и становяющиеся проявлениями, повреждениями эго. поэтому через вытеснение объясняется художественное творчество, научное творчество и любое другое. Ну и, собственно, психологизм. психологизм. Психологизм, как увлечение, возникшее в XIX веке, с появлением новой антологии, вот этой вот антологии психики, с появлением представления о том, что психическое – это, ну, как бы, особо реальность. Психическое – особо реальность. Ну и тогда, значит, собственно, к чему готовится человек в этой педагогике? К самореализации, или нет? Ну, в мире уже трактуем как социальный порядок. В социальном порядке. То есть самореализация через адаптацию? Нет. Самореализация, а вот адаптация это в, ну, как бы, ответвлении, да, вот уже в той педагогике, которая была с программированием связана. Ну, правильный Бог предлагает, ну, там, живя в день, и со всеми ее порядками и устами предлагает забить на правила. Он же делал социально устроенного, адаптированного человека. Ну, во-первых, Фрейд был не столько педагогом, сколько педагогом. И работал он со случаями само... ну, как бы, дезадаптации, скорее, невротиками, в первую очередь. Но, я же говорил о том, что источниками этой педагогики является фрейдизм, тогда как практика психоанализа, да? Философия психоанализа, да? А практика, она немножко в другом направлении шла. Точно так же, как и марксизм не весь сюда употреблялся, да? В конечном итоге, марксизм там многообразен, и он там многими другими вещами занимался, а не только высвобождением самоактуализацией потенции человека. Ну, вот эта вот установка, взятая из утопических социалистов и там, манифеста коммунистической партии, от каждого по способностям и каждому по потребностям. Собственно, она ведь и вела к, ну, скажем, пониманию сверхзадач такой педагогики. Во-первых, как бы от каждого по способностям, это значит, надо раскрывать эти способности. С другой стороны, к каждому по потребностям. Это означает, да, что и потребности у каждого достаточно специфические. И в этом смысле представления о коммунизме, они вот проникают в сегодняшнюю там европейскую мифологию, современный европейский социальный порядок, таким образом, контрабанду, да. Когда коммунисты предполагали, что это возможно сделать через социальное устройство, раскрыть способности и удовлетворять потребности все возрастающие и так далее, специфические, то сегодня делается акцент и упор на специфических потребностях и запросах. Отсюда вот это вот разного рода отношение к инвалидам, людям с недрадиционной сексуальной ориентацией, к культурализмам и прочее, прочее. То есть, а о каких специфических потребностях идут речь и марксизм, и фрейдизм? Насколько я представляю, они другого говорили примерно одно и то же. Они говорили, что и Фрейд ставил свою цель, по большому счету, добиться одной штуки, чтобы человек мог эффективно любить и трудиться. Никаких других потребностей они не уделяли, не маркс, и Фрейд. И там в коммунизме, который у нас строили, там же не было, а у тебя ты хочешь этого, будешь вот такого всех справедливого. Можешь трудиться, обеспечить число этого. Это капитализм предлагал дифференциацию потребностей и всего остального? Ну вот смотри, когда Райх, например, пытался скрещивать Райх, марксизм и фрейдизм, то там как бы через это скрещивание открывались совершенно другие горизонты в представлениях о коммунизме. Если в абстрактном марксизме в принципе не вдавались в многообразие человеческих потребностей, предполагалось только, что с развитием технологическим, научно-техническим, научным и так далее, потребности возрастают, но и дифференцируются. Специально по этому поводу марксистских там чего-нибудь каких-то не создавалось. Поэтому вольгаризаторы марксизм, ну например, сразу после Октябрьской революции, ну или там, после военного коммунита, скажем так, они, понимая это очень специфически, сразу распространяли эту дифференциацию потребностей, ну например, на сексуальную сферу. Поэтому отменялись пушлазные культурные ограничения. Это недолго продолжалось. Там буквально несколько лет вот этот разгул, но тем не менее это было. А какие еще потребности? Ну во всяком случае про духовные потребности там особо не задумывались. Это предполагалось, описали еще классики утопического социализма или коммунизма. То есть когда там говорилось, что у каждого человека есть духовные потребности, например, почитать стихи. Отсюда вот эти вот примитивные, глубочные представления о стирании грани между физическим и умственным трудом, что каждый человек может заниматься и теми другими, и так далее, и так далее. Но специального акцента на это не ставилось нигде, кроме как в педагогике. А педагоги проинтерпретировали это по-своему. И поэтому стали говорить, ага, понимая это, мы говорим, ну в каждом же человеке заложены свои какие-то способности, там какие-то разнообразия, значит их надо раскрыть. Раскрывая их, любая способность требует упражнений, любой орган требует упражнений. Любая способность требует упражнения. Значит, при разнице способностей у людей разные потребности. Одним нужно упражнять одно, другим нужно упражнять другое. И, собственно, педагогика или школа должна давать такие возможности. А это вот логическая связка, она была бы однозначная, типа вот, если разные возможности, то и разные потребности. Ведь это как-то испорно. Прямой путь не нравится. Нет, испорность в том, что у меня могут быть разные возможности, а потребности другие. Ну, как бы, я не хочу реализовывать свои возможности. Это как бы, это педагогика и направлено на индивидуализацию, конечно. То есть она синхронизировала возможности с потребностями. Просто, ну, для меня это две разные категории вообще. То есть, ну, допустим, у меня может быть математическая склонность, ну, не знаю, возможность, но мне не хочется реализовываться как математик. То есть, ну, мне хочется, ну, как ты писать, несмотря на то, что я реализовываю? Нет, а вот я думаю, что до такого там дела не доходило, я, по крайней мере, такого не припомню. Там предполагалось так, что надо изучить ребёнка, протестировать, выяснить его способности и так далее, да? А потом создать соответствующие возможности для того, чтобы он реализовал эти способности. Поэтому крайним воплощением такой педагогики являлась мангеймская система. Что значит мангеймская система? Это когда люди распределялись, вроде бы, в педагогике по Каменскому, да, в классно-урочной системе, но распределялись по уровням. Например, в первый класс они приходят все вместе. Дальше весь первый класс уходит на минимальное обучение и максимальное тестирование. За каждым ребёнком внимательно следят, тестируют, выясняют, к чему он склонен, да, и какие у него способности. И уже дальше, ну, можно даже на входе распределить, но уже дальше они распределяются, да, например, в группы А. Это те, кто там в наибольшей степени способны. И они, им даются соответствующие, более сложная программа, им там даются соответствующие, там, не знаю, библиотечные часы, там, ещё что-нибудь, да. Группа В нормальная, группа С – это тем, которым надо догонять. А в американской мангеймской системе там ещё выделялись и… В принципе, там была пятиуровневая система образования, то есть для совсем дебилов там было, по-моему, Е или Ф, группы и так далее. То есть их надо обучить писать, читать и так далее. Вся вот эта вот история развития психологического тестирования, она вся была направлена на то, чтобы выявить скрытые или явные способности человека и, соответственно, дальше оформить это таким образом, чтобы они могли максимально раскрыться. При этом, опять же, крайние формы в этой педагогике, они сливались с массовой педагогикой. Например, вольдовская педагогика, которая крайний случай любезны в педагогике дифференциальных способностей. Там предполагалось, что каждый человек способен, каждый, без исключения, все дети гениальны и так далее. Поэтому нужно не столько тестировать, сколько сразу создавать для всех условия, при которых могут свести их таланты там повсюду. Поэтому они отменяли уроки, то есть они вообще ликвидировали классноурочную систему. Обучение только в играх, только в общении, полная свобода, никакой дисциплины и так далее. Но это крайний случай, который переходит в свою противоположность. А вот массовая педагогика для адаптации была построена на программированном учении. Первые программы, линейные, разветвленные программы, они возникали в рамках образования. И здесь такая очень хорошая по этому поводу книга с исследованием программированного учения. Ричмунда, она называлась «Учителя и машины». И он там описывал, как еще в начале XX века возникало это самое программированное обучение. Но источниками для программированного обучения выступали не только модные на тот момент философии и мировоззрения, но и еще некоторые специфические вещи типа зарождающейся научной организацией труда. То есть основания, закладывавшиеся Тейлором, потом в Баухаузе и советских учреждениях, развивающих эту научную организацию труда и так далее, в котором предполагалось на базе, опять же, специфическим образом трактованного михиоризма, что для адаптации, для приспособления человека в этом мире его можно научить необходимым рефлексам, навыкам, способностям. И это можно сделать для каждого. Но только нужно, как в Тейлоризме, разбить деятельность на очень мелкие операции, построить соответствующие из этих операций алгоритмы и программы, ну и сажать эти программы на конкретный носитель. То есть если программа, опять же, как софт, сажать её на хард, только хардом является уже не компьютерное железо, а сознание человека. Ну и, соответственно, я закончу перед перерывом. Итак, у нас был миф, религия, философия, мистика, магия, наука. То здесь это уже не просто философия развития науки, как это скрещивание философии как таковой, но спецификация философии до психологизма. Психологизм или, как раз, наивное, о научивании философии. Ну и вот этот вот бихиоризм, но лучше кибернетика. Потому что так или иначе всё потом сверлось к кибернетике венеровской. Причём сама кибернетика тоже ведь рассматривалась как новая наука. То есть это специфицированная философия как мировоззрение, которым приданы определённые сцентиские формы. В первом случае психологизм, в втором случае кибернетизм или кибернетика. При этом понятно, что на уровне естественной педагогики разорвать всё, что происходит с человеком, вынуть это из мифа практически невозможно. На уровне первых цивилизаций там уже достаточно чётко различалась обыденная, повседневная жизнь, а также содержание того, что, в общем, кладётся в основу образования – религия, философия, низкие команды и так далее. Потом появилась спецификация и вытеснение наукой предшествующих каких-то этих форм. Но наука, опять же, в массовом порядке сводилась к некоторой философии, мировоззрению как определённого рода философии, а в особо крайних случаях и вообще становилась почти вверх. До сих пор встречаются люди, для которых сциентизм или научность представляют собой почти религиозные отношения. Между прочим, на многих интеллектуальных, культурных мероприятиях появляется Лев Кривицкий, Владимир Владимирович Кривицкий. Может быть, кто-то из вас тоже его встречал. Он был на презентации книг и там, и там, и там. Вот это священник, адепт научной религии, который до сих пор свято верит во все эти вещи. Причём не на уровне отношения технического к науке или рационального отношения, он в это верит. И в последний раз, когда он приходил на встречу с этим голландским деятером, который приезжал, нам рассказывал про современную Европу, в лофт-кафе, мы с Кривицким потом вышли перекурить, и он говорил, да, так ведь, наука может быть верой, он говорил. И это он уже формулирует как рефлексивное замечание после того, как начал писать там очередную книгу свою. Вот он закончил четырёхтомник, типа библии научный такой, объясняющий весь мир в эволюционно-генетическом конструкции. А теперь уже пошёл к объяснению морали, этики, гуманитаристики и так далее, и в своих выводах пришёл к тому, что для него наука в первую очередь это вера. Ну а дальше пошли вот эти самые спецификации всех этих вещей, сведения к психологизму и к киберличизму. Ну а теперь мы находимся накануне, если хотите, педагогической революции. А когда нам приходится иметь дело с ростками возникновения новых парадигм, с которыми ещё вообще никто толком не разобрался. Вот подход к этим вещам мы попробуем после перерыва записывать. Тебя так затянул? Перерыв.